Приветствую вас, Анна. Вы знаете, мне не могло не броситься в глаза то, что вы назвали себя Аней. Не Анна, а Аня. Именно Аня вы себя называете Аней. Это на самом деле довольно показательно, что вы сами себя как будто воспринимаете несерьезно. Нет, вы можете сказать Андрея это всего лишь имя. И как это вообще связано? Ну, связано, ничего случайного быть не может. С этим я абсолютно солидарен. В этом я абсолютно солидарен со своим коллегой Кудрячевым Игорем Леонидовичем. Дальше. Вы противоречите себе. В чем? Вы обращаетесь за помощью. Подразумевая, что есть вещи, которые у вас не получаются. Подразумевая, что с чем-то вы не справляетесь. Подразумевая, что что-то у вас не выходит. Да? Подразумевая, что вот можно сделать что-то еще, чтобы у вас... Ну, чтобы... Чтобы получилось. Да? Подразумевая это. Вы подразумеваете. Но при этом вы говорите, что я считаю, я считаю, говорите вы, что есть фарт. Фарт это удача, удача это то, что полностью не зависит от человека. Но если вы так считаете, если вы так считаете, если вы считаете, что вам просто не везет, то вам получается просто не везет. И все. Нельзя, получается, с этим ничего поделать. От слова совсем. Но вас это, скорее всего, не устраивает. Вам-то хочется, чтобы что-то с этим поделать было можно. Ну, тогда вы определитесь. Либо есть фарт и то, что вы считаете. Либо есть то, что считаем мы. Специалист-специалисты. А мы считаем, что никакого фарта нет. Есть ваше нежелание брать ответственность на себя, как сказал мой коллега. Следующий важный момент. Это, ну, я бы сказал так. С одной стороны, это стереотипное восприятие серьезности отношений. Вот, это вообще, конечно, потрясающая штука, когда человек говорит, что, ну, мне нужны серьезные отношения. Я вот всегда спрашиваю, да, а серьезные отношения это что? И вот, в общем-то, что логично, каждый дает что-то свое. То есть тут, как бы, ну, это более чем адекватно. То есть каждый человек говорит, что это свое. Каждый человек дает свое понимание серьезных отношений. Указывает же человеку свое видение серьезных отношений. И указывает человеку свое видение серьезных отношений, что важно, безусловно, правильно. И как-то получается это все довольно печально, что у всех свое представление о том, какие отношения серьезные. Но, как бы, если у всех свое представление об этом, то я рискну предположить, что, может быть, тогда вообще нет такого понятия, как серьезные отношения к принципу. Потому что, если бы такое понятие было, то у людей была бы какая-то стандартизация. Поэтому, повторюсь, ваша концепция серьезных отношений вам крайне мешает. Серьезные отношения, то есть отношения с гарантией, их не существует. Это нужно принять как факт. Может быть, как факт неприятный, но принять это как факт. Не существует серьезных отношений. Не существует гарантий в отношениях. Существует ваша собственная тревожность и ваши собственные потребности. Которые вы пытаетесь реализовать за счет другого человека. И, собственно, это все. Больше ничего не существует. Следующий момент. Момент. То есть вы, вероятно, вот, в чем может быть проблема, да? В том, что вы просто слишком серьезные. То есть отношения выстраиваются чувствами. Отношения выстраиваются спонтанно. Это первое. Второе. Человек, он не всегда, ну, не всегда может знать, как он вас видит. Человек не всегда может знать, как он вас воспринимает. Сейчас он воспринимает вас одним образом. Завтра он может воспринимать вас уже совсем другим образом. И это нормально. Что такие изменения, такие перемены могут происходить. А вы хотите, чтобы вам там сразу сказали, ну, например, что вы нужны, что вы важны и так далее. Вы хотите, чтобы вам сразу предложили серьезные отношения. Ну, это, повторюсь, идеализированная история. Вы идеализируете серьезные отношения. Я понимаю почему. Потому что вы чувствуете себя незащищенной. Вы, собственно, именно поэтому, именно из-за того, что вы чувствуете себя незащищенной, и вам эта защищенность нужна. А вы хотите семью. Вы говорите, что вот мне хочется иметь семью. Я вот сейчас этот момент даже зачитаю. Мне хочется иметь семью и стать мамой. Это желание. Это желание связано с защитой. Потому что желать семью просто так, и желать стать мамой просто так. Означает только то, что вы идеализируете эту историю. Вот. А если вы ее идеализируете, значит вы ее видите самостоятельно. То есть есть у вас некоторое самостоятельное представление о том, что такое семья. Есть у вас самостоятельное представление о том, какой должна быть семья. И пытаетесь свой образ реализовать. Есть идеальный муж, идеальный отец, идеальный мужчина. Реальные люди не такие. Часто поэтому вас и объяснивают. Может быть чувствуют, что у вас есть слишком высоких требований. Этим вы отталкиваете от себя. Люди и так далее. Дальше. Вы пишите, что вам делают то, что вы называете непристойным предложением. Да, я так вверх так полагаю. Конечно, вы не говорите именно это слово. Слово непристойное. Но, тем не менее. Вы говорите, что мне делают предложение быть девушкой сегодня, девушкой завтра. Так это и происходит. Человек выбирает быть с кем-то сегодня. Выбирает быть с кем-то. Понимаете? Так это и бывает. Я не знаю, к счастью ли, к сожалению ли, но так это происходит. Никто не может выбрать вас. Вас раз и навсегда. Никто не может выбрать. Это было бы странно, если бы люди выбрали друг друга раз и навсегда. Но вы не хотите именно этого. Судя по тому, что я могу видеть. Судя по тому, что я могу услышать. Судя по тому, что я могу понять. Дальше. Дальше. Вы пишите, почему я не могу понять, почему я не смотря на это все делаю, я всегда недостаточно хороший. Ответ прост. Потому что вы сами думаете, что вы недостаточно хороши. Вы сами считаете, что вы недостаточно хороши. И если вы сами так считаете, то и другие люди видят вас точно такой. Если вы недостаточно хороши, если вы даете людям понять, что вы недостаточно хороши, то вовсе так, как будто вы недостаточно хороши. А теперь скажите. Если вы думаете про себя сами, что вы недостаточно хороши, зачем мне с вами с вами встречаться? Я мужчина. Зачем мне с вами встречаться? Если я знаю, что вы знаете, что вы недостаточно хороши. Вот я думаю, что этот вопрос решается достаточно просто. Вот в такой парадигме, да? Вот. Но достаточно сложно немножко в другой парадигме. Когда мы говорим, там, о том, например, когда мы говорим о том, что, допустим, вам нужно что-то менять. Вот. А вы удобно устроились. Вы считаете, что есть удача, и вы обращаетесь к нам, что я делаю не так. Так вы определитесь, или удача есть, или всё-таки что-то вы делаете не так. Потому что это позиция плавающая. А значит, вы в любой момент будете выбирать любую вам удобную позицию. А значит, вы не хотите брать ответственность. А значит, вы, если вы не хотите брать ответственность, вы жертвы, а раз так, то помочь вам, пока вы пребываете в этом состоянии, мягко говоря, нельзя. Вот. Так что не бывает недостаточно хороших людей для отношений. Но бывают люди, которые сами о себе думают, что они недостаточно хороши, и транслируют позицию, значит, как бы, ну, на других, другим людям. Следующий важный момент, это то, как вы устраиваете отношения с людьми, с мужчинами. С ядностью. Если вы устраиваете отношения с ними на основании, скажем так, на основании гендерного взаимодействия. Если вы устраиваете отношения с мужчинами на основании гендерного взаимодействия с ними только как мужчина и женщина. и не выстраиваете с ними отношения, эм, скажем так, как, ну, как личности, да, вот, как, как две личности, вот, две личности, эм, э, вот, если вы таким образом, э, отношения не выстраиваете с людьми, ну, я боюсь, что, э, естественно, у вас будут оправдаться. Определенные проблемы. Потому что, к вам, собственно говоря, э, будут относиться, как к женщине, если вы будете, будете только как к женщине, и воспринимать вас только как к девушке, если вы будете относиться к тебе так же. Но воспринимать себя имеет смысл всё же, как, э, в большей степени, как, э, личность, как человека, в первую очередь. Вот. И, соответственно, исходя из этого, уже, ну, вот, что-то делать. И, соответственно, исходя из этого, уже выстраивать отношения с, э, ну, с мужчинами. Вот. И выстраивать более такие глубокие духовные отношения, отношения. Вот. А если вы ведете себя, э, э, так что, э, вас сразу ведет, э, девушку только, то, конечно, если вы подсознательно позиционируете себя, как, такой, вот, товар, я бы сказал, да, типа, вот, посмотри на меня, типа, э, ну, типа, выбери меня, вот. То, конечно, и, 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 вас будут, ну, к вам будут относиться так же, то, вот, это факт абсолютно, вот. Ну, здесь, я полагаю, несколько неверное, э, несколько неверное позиционирование, несколько неверное восприятие себя здесь у вас. Вот. Я, конечно, э, ну, могу, могу только, только гадать, насколько вы, э, как бы, ну, готовы прислушаться ко мне, да, насколько, я могу только гадать, насколько вы, э, готовы меняться, но, пока что, вот, э, ключевые, ну, пока что, вот, ключевые моменты, они, именно такие. Вот. И, собственно, вы же, вот, не капельки, даже, по моим ощущениям, не задумываете, особенно, э, того, а, может быть, я что-то делаю не так, может быть, моя, э, может быть, моя ориентированность, э, не совсем верно, может быть, я, э, вот, ориентируюсь, э, ну, куда-то не туда, куда-то не на то, вот, понимаете, какая, какая, какой момент, какой момент, и, правда в том, что, пока вы будете уверены в том, что говорите, пока вы будете уверены в том, что, вот, я, я хочу быть, быть, говорите вы, маме, хочу иметь семью, говорите, говорите вы, вот, а, я верю в удачу, я верю в то, что, для этого, как бы, ну, нужно, вот, нужно, вот, чтобы, таким образом, выстроить отношения, действительно, нужно дальше, чтобы не было никаких, э, глубоких установок, для создания, таких вот, отношений, либо отношения, нужно выстраивать на, э, принципах, э, э, ну, расчет, таких расчет, вот, знаете, так что, пока вы, э, для себя не выявите, э, основания для, э, э, наличие у вас, э, желания для семьи, э, ребенка, в качестве, э, отдельного, э, ну, я думаю, что, э, я думаю, что, э, я думаю, что, проблематика, э, э, ну, э, ваша, проблематика, она будет, сохранять, потому что, э, э, сверх, э, сверх мотивация, э, э, не позволит вам, э, э, ну, не позволит сверх мотивированность вашей, э, э, вести себя естественно и, э, э, естественным образом себя раскрывать, вот, э, э, неестественность, э, э, всегда будет, э, 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 как-то чувствуется, э, как-то, э, ну, как-то ощущаться, короче говоря, будет, э, вот, неестественность, и, э, э, будут, э, некоторые, э, сложности, с сложностью у вас, э, по странным отношениям, потому что, э, сверх мотивированность, э, 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 вот, э, 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 а ее, соответственно, э, э, ну, ее быть не, ее быть не должно быть сверх мотивированностью, То есть, значит, значит, ну, как бы позиция, она должна быть естественной. Это то, что я могу вам сказать, опираясь на вот как раз то, что вы описали. Вот, если вот мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович озвучил еще момент такой, что у вас имеется некоторая физическая особенность, некоторые физические особенности у вас присутствуют, если это правда, я просто предыдущие вопросы ваши не читал. Вот, но если это правда, и если вы это как-то стесняетесь, то вам действительно необходима работа по принятию себя. Вам действительно необходима работа по культивированию в себе безусловного принятия себя. Безусловного, как бы такого вот, я бы сказал, наверное, бережного отношения к себе. Вот, и, соответственно, бережное безусловное отношение к себе – это ваш ключик к успеху, ваш ключик к решению проблем, которые у вас сейчас есть. Ну, как ни странно, решение проблем – это не нахождение молодого человека, с которым вы могли бы построить свои отношения, нет. Решение проблем – это, в первую очередь, решение ваших личностных, внутренних проблем, конфликтов, претворечий, страхов. Вот, это научение быть более естественным, научение быть самой собой. Вот это то, что в первую очередь нужно сделать. Остальное придет само, остальное придет само по себе. Остальное придет естественным образом и в таком количестве, что отбиваться устанет. Ну, это все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.